От строительного мусора до бытового такая вот стихийная свалка образовалась в черте города возле поймы реки Сельдь, неподалеку от Московского шоссе. После экологической реформы такие горы мусора должны были исчезнуть. Но мало того, что они остались, так они еще и пополняются. Нерадужный пейзаж открывается не всем, но его краски могут повлиять на весь город. В строительном мусоре есть примеси вредных веществ, говорят эксперты. Попадя они в реку Сельдь, оттуда переместятся в Свиягу. Дальнейшие течения ситуации предугадать сложно, но опасность для природы уже есть. Большинство людей к мусорным холмам относятся нормально, даже находят в этом плюсы. Я ничего не могу рассказать. Я человек как бы посторонний. Просто дрова мне нужны. Я пришел, зашел в Нью-Йорк. Но вы знаете, что здесь как бы можно найти? Ну здесь я недалеко работаю. Вообще-то кто-то заезжает? Видели? Нет, ничего не видел, не знаю. Островки отходов повсюду выбрасывают мусор неподалеку в посадке. 10 декабря специалист городской администрации выезжал на место. По его подсчетам накопилось около трех тысяч кубометров холма. Она будет включена в реестр несанкционированных свалок города. И силами администрации района, в данном случае Засвиляжского, будет постепенно вывозиться по мере предоставления техники на это дело. Погода нелетная. Проводить субботник зимой нерационально, говорят специалисты. Уборку перенесут на весну или лето. За это время недобросовестные ульяновцы продолжат пополнять горы шлака, проводя черту между ответственным отношением к собственной планете и безразличию к ней. Бережно к экологии относятся представители Общероссийского народного фронта. Ежегодно они проводят работу по устранению свалок. Мы можем осветить, мы можем показать, мы можем до власти довести, что вот здесь она, свалка, возможности ликвидировать свалку ОНФ, естественно, не может. Мы можем до Москвы довести информацию, но у нас нет такой производственной базы, чтобы их ликвидировать. В региональный бюджет вносились предложения о финансировании ликвидирования стихийных свалок. Депутаты их строчку вычеркнули, посчитав, что область справится с проблемой по старинке. По старинке пока только мусор скапливается, уходя в почву, попадая в поймы рек.